здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада рада вас приветствовать и надеюсь что меня хорошо видно и хорошо слышно сейчас вот только появлюсь и сразу вот появилась отлично сейчас запущу еще инстаграм чек секундочку и мы начнем сразу на два канала на youtube и на инстаграм здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа очень рада вас приветствовать на нашем регулярном мероприятии быстренько представлюсь я бахтина елена я просто девочка который не хочет сдаваться вот я просто человек который написал книгу без цели в старости нет потому что мне устала я устала когда говорить одно и то же я поняла что мне один раз жизни нужно написать вот это и конечно когда я писала я подбирала слова я говорила уже те слова которые точно вашу подкорку даже не только в кору больших полушарий головного мозга проникнут но и в подсознание то есть это хлестка написанные тексты тексты которые содержат в доступной форме знания и понимания о физиологии вашего питания физиологии вашей жизни и знаете я вчера бегала а когда я бегаю ко мне приходят очень такие интересные вещи а вот мы относимся например к танзелиту как от болезни его можно вылечить мы относимся к там воспалился сустав но это же болезнь можно это дело вылечить а к старости мы относимся как к чему-то неизбежному вот как придет старость вот и все и крантец Beni да вот таким вот образом а на самом деле намного выгоднее понимать внутри что старость это болезнь а болезнь что новичок отлично а болезнь нужно профилактировать поэтому кто мы такие кто мы такие читатели и пользователи программы старости нет я тоже читатель я тоже пользователь программы старости нет но писатель и пользователь программы старости нет это стиль моей жизни старости нет и это вообще не про старость это про тех людей которые не хотят никогда быть старыми хотят долго жить но не хотят быть старыми поэтому относитесь к старости как болезни которую можно профилактировать но кто уже вляпался кто же вступил куда не надо по вашему мнению например моя мама со своих 40 лет твердит что она уже старая женщина да мама да а я и каждый раз говорю как ты можешь так делать ты же мне показываешь плохой пример так вот кто думает что уже вступил в старость знать что к счастью с этим можно работать и у нас с вами невероятное количество инструментов с этим работать сегодня я не просто так вышла в эфир я просто и я сегодня вышла в эфир для того чтобы вам рассказать что старости нет это просто передозировка углеводов вашем теле вашем питании старости нет это просто гликация белков но к счастью с этим можно работать старости нет так называется инсулинорезистентность но это можно вылечить оттуда можно выйти вот а вот об этом я сегодня хочу вам рассказать вижу вижу новички значит сначала я буквально минуток 15 расскажу вам матчасть матчасть как мы заходим в старость как мы не замечаем этого начиная уже с пятилетнего возраста вот и как мы можем с вами реализовать на третьей ступени старости нет который называется углеводная или читая в книге старости нет там целая есть глава по углеводам вот в зависимости от того какой продукт старости нет вы сейчас осваивать и как вы можете реализовать его через себя и вылечить злодейку под названием старость ну еще скажу что я врач-кушер-гинеколог по своей специальности но мое мое предназначение профилактика и лечение самораст раз распространенные болезни которые поражают большое количество людей под названием старость относимся к ней как к болезням и тогда готовы потом когда я закончу когда я закончу вы мне напишите какой у вас какая у вас ступенечка какой день и свой вопрос зададите книга просто улет спасибо за не спасибо большое да мне очень нравится что вам нравится вот итак друзья а ситуация у нас такая кто помнит вот первые воспоминания вашего детства что это были за воспоминания я точно помню уютный дом новогодняя елочка на эту новогоднюю елочку мама вешала всякие всякие игрушки а я тоже хотела повесить но они вечно кололись но самое главное нужно было аккуратненько проползти под новогодняя елочка потому что там что лакомство там были апельсины они так пахли вот сейчас апельсины не так пахнут а когда они прям так пахли и были шоколадные конфеты а также сосашки шоколадные не любила и называла какие-то они грязные конфеты пачкаются грязные коричневые грязные конфеты грязные мы не едим а вот сосашки я очень очень любила дюшевский барбариски и так далее и это было лакомство для меня почему потому что меня в принципе очень правильно воспитывали в определенной строгости что говорила моя бабушка когда я просила какую-то конфету или какое-то печенье или еще что то ведь сначала ты должна поесть лена а потом уже баловство она говорила это баловство сначала нужно поесть а потом баловство поэтому я садилась со всей семьей за стол и сначала я кушала что это такое для нее было поесть это было съесть суп или съесть там второе блюдо обязательно была какая-то паровая котлетка для меня и так далее ну конечно картошка боже на все времена я не знаю кто картошку не ел но в общем и это было в семье прям важно первое второе это советская семья 3 да и компот 1 2 компот и потом только я могла получить вот эту вот конфетку то есть конфетки они не были в открытом доступе они были по определенным ну мне нужно было что-то для этого сделать я вижу и другой популярный пример приведу как мы сами миленькие мамочки и миленькие бабушки приучаем своих детей к углеводам и эти углеводы просто портят всю жизнь этому человеку он пока пятилетний человек или он пока семи десятилетний человек но это человек который вот эти пищевые привычки утащит собой в общем она вышла из-под контроля никого не слушается вот так что у меня тут все нормально с интернетом в общем притарабанили мне девчонку 23 лет думаю боже девочка 23 лет никого не слушается за ней обозом еще девочка пяти или шести лет вот и нужно было проконсультировать ребенка пяти шести лет который целый день орет не может ходить в садик потому что она всех бьет она всем обсыпает засыпает песок в глаза она целый день делает только то что не все нельзя и целый день ходит пешком по потолку совершенно невменяемый ребенок она уже у всех психологов уже и психологи от нее отказались сказали в садик не приводите сначала решите поведенческие проблемы у вашего ребенка это ее мама ульяна ее звали сине-фиолетового цвета она вообще почти не разговаривает и ей тяжело живется потому что написать мне пока что я вообще не в эфире сейчас по подождем ладно подождем уже нормально так вот когда я стала спрашивать чем вы кормите детям она сказала да я ничем я не кормлю вот что она ухватит я только одну как двоям задача предлагать вот что она ухватит то и и и вообще ее накормить потенциально проблематично поэтому у нас дома печенье валяется конфеты валяется она ест картофель free она ест чего-нибудь вот такое но сладкое в общем сладкая и и крахмалистая вот сладкая крахмалистая крахмалистая сладкая только это и есть есть и если это и у нее убрать там конфеты шоколад печенье то она вообще никогда ничего не ест и тогда мне еще хуже как матери а вот ну и рабби и родители этой женщина которая вот имеет такую проблему нового ребенка они тоже они в растерянности не знаем что приносить приносим ясное дело то что в сладости что она ест а это еще усугубляет ситуацию вот тот самый синдром дефицита внимания у ребенка книжки не читают обратиться к ней невозможно сплошные истерики вот хорошо почему спит то плохо ну вот спит плохо потому что вот у нее нарушение режима сна ну потому что она в истериках потом смотрит телевизор потом еще в истериках там ну в общем и вот так вот до двух ночи ничего невозможно подъем что мы сделали мы попросили мамочку бабушку дедушку не приходить в течение двух недель вообще не приходить то что дочка с мамой жили отдельно бабушка с дедушкой приняли решение в течение двух недель не приходить потому что бабушкины сердце такого не выдержит мы приняли решение приготовить нормальную еду и поставить ее в холодильник чтобы у ребенка были паровые котлетки что были подготовленная рыба чтобы были овощи приготовленным там картошечка понятно чтобы каши были свеженькие приготовлены несколько раз в день предлагать нормальную еду и никаких печенье никаких конфет никаких хлебобулочных изделий в том числе хлеба ничего в общем но я прописала те продукты которые можно приготовить и задача мама готовить и прибыли ставить на стол не съела ставить в холодильник потом через некоторое время разогревать ставить на стол не съела ставить в холодильник вот таким вот образом задача была выходить на свежий воздух задача была убрать все напитки кроме воды а ну-ка давайте выпьем водички вообще никаких соков никаких компотов только вода и вот и задача была в 2200 вырубать рубильник во всем доме то есть выключается рубильником свет по всем доме чтоб ребенок сам не мог включить ни компьютер не не телевизор ничего вот и ну а утром уже как проснется так проснется вот такая вот была задача до ребенка я увидела состояние что она со мной не разговаривала она вообще не проявляла ко мне никакого интереса даже враждебность она была вся покрыта коркой на коже это была сухая временами мокнущая экзема в общем и ребенок такой можно сказать истощенный но потому что нет питательного вещества помню напоминаю питательное строительное вещество белки и жиры а энергетическое вещество то что энергию дает это углевод первую неделю девочка мне не звонила на вторую неделю мамочка мне позвонила говорит ну я пережила эту первую неделю которая страшный кошмар ужасный она 2 недели я смотрю что мы уже читаем книжечку я смотрю что она уже что-то слышит она я и говорю она даже слышит я смотрю что она начала что-то есть я думала что она умрет с голоду совсем просто те продукты к это которые предлагала она просто их швыряла в окна вот с внутренней стороны все окна грязные и все все стены грязные потому что швыряла, вот, а теперь она перестала это швырять, а прям вот берет руками, что-то съедает, но это хоть что-то, ну, в общем, и кожа абсолютно очистилась, вот такая вот страшная-страшная-престрашная история, друзья, вы ее можете перетащить во взрослое состояние, понимаете, в чем дело, ну, ладно, а мы идем дальше, что у нас в школе, вот вспомните, что, чем вас кормили в школе, я четко помню, утром это был стакан молока и булочка, а сейчас, сейчас антимолочная пропаганда, сейчас детям дают стакан молока и булочку, им утречком, скорее всего, дают тетропак, сока и булочка, вот, скорее всего, я просто не знаю, не проверяла, вот, я помню, как я ждала большой перемены, первой большой перемены, потому что я могла купить хлеб, может, если была советская школа хлеб, а на этот хлеб, там была такая пакучая котлета, и если моей бабушке котлета была невкусная, потому что она была из чистого мяса, из фарша чистого, который бабушка сама перемолола, то та конфета была, ну, то есть конфета, конфета-котлета, она была просто невероятно вкусной, потому что там мясо было практически вот, а какое большое количество булок, что там они там, крахмала добухали, ну, потому что, представьте, намного дороже школьников накормить строительным материалом мясо, к примеру, так, котлета, честная, чем энергетическим материалом, не так ли, вот, ну, и полдник, вы, наверное, тоже помните эти полдники, то есть, друзья, общий пит, он и в Африке общий пит, это углеводистые вещи, это углеводистые вещи, и потом, зная, ну, как бы, словив этот стиль питания, человек тащит это уже в университет, а я, я, честно говоря, против того, чтобы ребенку давать свободные деньги, которые, я точно знаю, в школе свободные школьные деньги, тратятся только на сникерсы, да, на кока-колу, на что, подсказывайте, на что ваши дети тратят свободные деньги. Это я все по поводу углеводов, друзья. Это у нас идет непонимание по углеводам, чья передозировка дает лишний вес, почему у детей не всегда бывает лишний вес, потому что они не только едят в себя, но они еще двигаются, они же не сидят на попе ровно, и они еще бесконечно растут. Пока ребенок в школе, у него два периода вытяжения, даже если глюк есть по количеству углеводов, углеводов больше он съедает, чем может потратить, то в период вытяжения он тратит этот лишний жир, заложенный, в результате передозировки углеводов, и выглядит ребенок, ну, не паратрофиком, а нормально себе выглядит. А, сейчас еще чипсы, боже, в советские времена почему я чипсы не проговариваю? Они были, но это было не модно, вот, и они были такие, знаете, длинненькие, вот такие, ну, как-то особо их никто не ел, а сейчас же, боже, чипсовое поколение, чипсовое и кока-кольное поколение. Итак, мы переехали с вами вот с такими странными пищевыми наблюдениями уже в университет, но мне повезло, я в университете, когда училась, я училась в родном городе, и все-таки меня мама кормила, вот, перед университетом, ну, как, я уже сама там кушала, конечно, но я все равно из дому, я дома кушала, потом ехала в университет, в университете что-то переедала, перекусывала, а потом возвращалась опять на мамины харчи. А кто первые свои килограммы в детские годы, а кто потом не смог сбросить, троечки поставьте в чат, так и не смог сбросить, и бесконечная работа с собой, в плане, когда я вот посижу лучше на диете и сброшу эти 3 килограмма, потом эти 3 килограмма возвращаются с пленными килограммами. Ну, ну-ка, шаурма, а сухарики, боже, эти сухарики ужасные. Я, кстати, помню то время, когда сухарики еще были немодные, но входили в моду. Я их попробовала, думаю, боже, как такую дрянь можно есть? Мало того, чтобы, ну, просто сушеный хлеб, кто же за него заплатит, так еще с огромным количеством каких-то вот этих ешек. Нет, они стали модные. А, как, как, это вообще не продукт питания. Сухарики, гликемический индекс 70, это значит все углеводы, которые входят в состав сухариков, сразу в кровоток. Но мы сейчас о университетских годах. Я о себе сейчас говорю. Ну, так как у меня в детстве не раскормили, в детстве меня не раскормили, то я была худая, стройная, тонкая, звонкая. Однако жрать хотелось невероятно. И я после пар в университете заходила в ближайшую пекарню, она прям под университетом, на углу, мимо не пройдешь. И у них так вытяжка была устроена, что они пахли своим, своей ванилью, своей свежей выпечкой. На весь вот этот аэродинамическая труба, такая длинная улица, по которой студенты шастают в медицинский университет, и из него, конечно, я заходила в эту пекарню. А у них там еще мороженое продавалось. Это еще советское мороженое. Не вот эти рожки дурацкие, с непонятно каким составом, а прям советское такое мороженое в вафельном стаканчике. Я его разворачивала, брала вот между вот этими двумя пальцами, зажимала, потому что между вот этими двумя пальцами у меня булочка зажималась. И мне нужно было 15 минут подняться вверх на троллейбус, на троллейбус. И я лизну мороженое, откушу булку, лизну мороженое, откушу булку. И так я доедала все это дело. Боже, сейчас вспомнить. Булочка, она весила 233, 300 грамм. Ладно, подскажите мне, 15, может быть, 30 грамм углеводов. Сколько там сказал? 140 плюс 30. Ну, 200 грамм углеводов я съедала. 200 грамм углеводов я съедала. И мне за это было ничего, ничего. Потому что я много двигалась, потому что я много думала. И в целом мне тогда было, ну, до 20 или 20-24 года. А во мне было абсолютное, тотальное засилие мышечной массы. Эта мышечная масса все съедала. Я не была никогда накачанной, но у меня никогда не было ежевинки. У меня люди очень часто спрашивают. Спрашивают, Лен, ну почему вот я до 28 или до 36, в моем случае до 38, я жрала все подряд, друзья. И мне за это ничего не было. Вообще, ровным счетом, я прям хорошо выглядела. И что произошло потом? И что произошло потом? А потом происходит простая вещь. В конечном итоге человек, который не занимается мышечной массой, он ее теряет. Меньше массы мышечной, значит, меньше клеточек, которые могут сжигать ваши углеводы, а точнее энергию из них. И потихонечку, потихонечку, если в клетке энергия не нужна, клетка ее превращает в жир. Вот это вот происходит. Это вам ваш что? Университет. А потом, друзья, а потом, я в основном, девочки учатся, да? А потом что произошло? Вы вышли замуж. И уже не нужно поддерживать товарный вид. Потому что уже нашелся тот, который вас полюбил, и он говорит, что он вас любит. Сейчас проверим, проверим. Сегодня проблема с интернетом. Сейчас мне Юра напишет, что я встрою, и я продолжу. Да, поддержите меня пока. Ну, как я вам историю рассказала про углеводики, так как я вам историю рассказала? И главное, вот это вот все из-под воль, и по чуть-чуть, и совершенно по чуть-чуть. Главное, ты этого не замечаешь. Вот просто реально не замечаешь, как оно с тобой происходит. И многие, ну, как бы обращаются уже, знаете, когда, ну, не то чтобы поздно, я не могу сказать, что бывает. Я в Инстаграм уже перешла. Да, друзья, есть, старости нет, нижнее подчеркивание, журнал. Это мой Инстаграм, и тут с эфиром все в порядке. Поэтому вы можете просто туда прийти, потому что я устала обращать внимание на Ютуб, который вечно виснет. Вот, следующий момент. Второй пальчик зажмите. Если это в мембране, есть такой рецептор к инсулину. Инсулин присел, тут пошурудил. И что делает клетка? В клетке там биохимические реакции запускаются, и у нее есть такой пар, мне глюк второго типа. Почему? Потому что инсулин не просто так раздражает этот рецептор. Инсулину нужно куда-то деть эту глюкозу, чтобы она не доделала беды в крови, чтобы она не доделала беды в межклеточном пространстве. Что такое беда в крови и беда в межклеточном пространстве? Глюкоза очень токсична. Она просто берет, берет так вот прям кулаком по башке любому белку, ударяет и белок становится трупом. Трупом просто становится, понимаете? Становится трупом. И эти трупные белки, которые могли бы быть белками вашей иммунной системы, они на самом деле циркулируют по крови и воняют там себе. Они могли быть кем угодно. Они могли быть транспортным белком. Они могли быть вашим коллагеном. Они могли быть вашим гемоглобином. Они стоят в своих местах и они разлагаются буквально. Нет, ну в смысле, их там могут разобрать ферментами. Но не всем такое дано. Потому что сам фермент, например, коллагеназа, который расщепляет ваш белок, это тоже белок. Понимаете, о чем я? И тогда самые меленькие сосудики, капиллярчики, которые тоже из белка состоят. А где они самые меленькие? На дне вашего глазного дна. Разрушаются. Это будет слепота. На ножках. И это будет называется диабетическая полинейропатия. А на самом деле диабетическая стопа, которую лечат ампутациями. А это может быть, нарушит функцию ваших почек. Потому что почка, одна почка 30 километров капиллярной сети, две почки 60 километров капиллярной сети. Это меленькие капилляры, которые разрушаются этой глюкозой. А она хозяйка, все жрет, все жрет. Одна девочка моя знакомая переехала в Германию, замуж туда вышла. Она замуж вышла в Германию и попала в семью, где 120 килограммовая барышня, ну там ей было 60-70 лет, не знаю сколько ей было, получила инсульт. И вот как ее выхаживали после этого инсульта. Первые два месяца она провела в немецкой больнице, эта барышня, ну немоговорящая барышня, да, вот жительница небольшого городка в Германии. Вот она провела после этого инсульта два месяца в больнице. Чем ее кормили? Ее кормили пудингами. Ее кормили пудингами, которые отдельно подавали малиновое желе. И это женщина, у которой утренний уровень сахара не был ниже 12, никогда. Но при этом ее лечили еще там инсулином и всем остальным. Понимаете в чем дело? И попробуй не дай, прям скандал. Так чем отличается человек в сахарном диабете, который уже, ну прям не понимает, что есть, если пудинг нельзя, и ребенок пятилетнего возраста, который ест только чипсы, чем вообще они отличаются? Ничем она прожила всю жизнь, а вот здесь больше не стала. В плане защиты себя, в плане защиты себя от всех болезней цивилизации. Друзья, тот инсулин, который действует на ваш инсулиновый рецептор, и уже он бессилен, потому что клетка не подымает канал для глюкозы, не подымает она на мембрану канал для глюкозы, вот этот инсулин все равно оказывает действие, не единственное действие у него поднять канал для глюкозы. Он заставляет все в этой клетке пролиферировать. Рак именно отсюда. Инсулин повышает шансы иметь рак любого органа. Посмотрите на свою шею. И если вы чистая, при чистой, сегодня мыли шею 12 раз, а у вас черный акантоз, то есть будто бы от серебряной цепочки чернота осталась. У кого такое есть? На пальчиках черный акантоз, в паховой области черный акантоз, будто бы грязная область, а она чистая. Вот, можете поставить себе, смотрите, ожирение мы один пальчик загнули, инсулино-резистентность вы не знаете, потом сахарный диабет. Вот давайте косвенным образом четверки поставьте, у кого на сгибах нечистая кожа. Такое впечатление, что вы ее чем-то испачкали. Поставьте четверку, у кого за этот год пару новых бородавок соскочило. Пару новых бородавок соскочило. Поставьте четверку, у кого, кто про себя знает, что вы в состоянии атеросклероза. То есть этот инсулин заставляет расти атеросклерические бляшки. Да, вот, поставьте у кого кератомы различные на теле. Боже, что делать с кератомами? Может быть чем-то помазать? Да помазать надо изнутри с точки зрения питания. Вот здесь смазать шарнирчики надо. Ведь мы все умные люди, закончили школу, закончили университет, у некоторых несколько высших образований. Я понимаю, что не в медицине. Но я сейчас прям кричу на вас. Смотрите, друзья, это все делается через питание. Все, что наели через рот, таблетками не отмотать, инъекциями не отмотать, никакими прибамбасами не отмотать. Только через еду отмотать можно назад. И напишите, тоже еще четверку поставьте, у кого каждую неделю на пятки новые наросты. Это гиперкератоз вот этот пяточный. Будто бы вы ходите босиком по огороду. Вот, а на самом деле вы ходите в тапочках и все нормально. И все равно постоянно нужны услуги подолога, бесконечные услуги подолога, потому что просто невозможно. Это пяточный гиперкератоз. Друзья, вот это вот все пролиферативное действие инсулина. И потом мы говорим, а что ж такая плохая медицина? Они прям нас не лечат. Они ждут, пока у нас будет инфаркт, будут лечить, инсульт будут лечить. Ну и ждут, пока онко случится, будут лечить. И вообще, пока надо будет ампутировать конечность. А я вам говорю, это не их ответственность. Они отлично спасают прионко, они отлично оперируют и так далее. Ваша личная ответственность сконцентрироваться на том, из чего состоит ваша тарелка. И до тех пор, пока вы будете брать свою ответственность и перекладывать на кого-нибудь другого, так будет. И вы будете уходить во все болезни цивилизации, которые не лечатся. А лучше профилактировать. Назовем все болезни цивилизации одним большим словом. Старость. Или я профукал свое здоровье. Вот так вот назовем. И что такое профилактика? Это подумать немножечко наперед. Вот если сейчас вам, девочки, 20 лет, возьмите и купите книгу, которая называется «Старости нет». Я понимаю, что вам даже не хочется читать это название. Но это не про старость. Это про тех людей, которым вы можете стать уже в 30. Если уже в 20 вы думаете, на какой бы диете посидеть, на кетогенной или на моно, для того, чтобы сбросить эти 2 килограмма. Сейчас вы о 2 думаете о килограммах. Через 20 лет вы можете думать о 10 лишних килограммах или даже о 20. И диеты не помогут, если вы не научитесь строить свой рацион. Понимаете, что-то я сегодня злая какая-то. Но это хорошо. Хорошо, потому что я всегда, когда говорю об углеводах, я злая. Я всегда злая, когда говорю по поводу углеводов. Потому что мне прям докричаться нужно до вас. А чтобы докричаться, мне нужно войти в определенное состояние. Вот. Фух. Поэтому, друзья, что мы делаем? Если вы прокачаетесь, если вы прокачаетесь, поймете вот эти все биохимические механизмы, вам никогда не надо будет работать на износ. Вам никогда не нужно будет работать с усилием, с чувством, вот я соберу всю волю в кулак и сделаю это. Нет. Потому что вы будете понимать просто биохимую вещей. Вот смотрите, у вас дорогая машина, называется Мерседес. Но вы никогда в нее не зальете, в бензобак, компот. Потому что это несовместимые вещи. И когда я создаю свою тарелку, я никогда не куплю гамбургер. Это все равно, что компот залить, у меня очень дорогой Мерседес. Я для себя очень дорогой, нафурыченный там, ну не знаю, так далее, Мерседес. Вот я так к себе отношусь. Я не могу гамбургер залить в свой Мерседес. Понимаете, в чем дело? Я не могу Кока-Колу залить в Мерседес. Кстати, хотела рассказать полярный случай по поводу, в общем, недавно говорила с парнем. Ему в 23 года поставили, ну вообще ужасное заболевание. Болезнь Крона, не специфический язвенный калит. Какает просто кровью, понимаете? Вот. И ему сказали, все это навсегда, но ясное дело, это в том числе аутоиммунное заболевание. Будь паренькой, кушай правильно, вот тебе таблетки будешь есть всю жизнь. Он говорит, как только я отменил запивать Кока-Колой булки и начал нормально питаться, то было последнее обострение в моей жизни. А сейчас это уже взрослый, ну серьезный человек. Шпоры это другое, потом расскажу. Итак, друзья, если я вам скажу, что делать, вы скажете, ой, какая легкотня, какая она примитивная, эта бахтина. Просто начни ходить, дурость какая. Вот. Но это реально то, что спасает. Все уже создано. Все эликсиры молодости, все таблетки против старости, они уже созданы, но они в стиль жизни заложены, друзья, а-а-а. Поэтому нулевая ступень старости нет. Мы что делаем? Ходим. Мы начинаем объяснять всей своей мышечной массе, пожалуйста, начни подымать канал на мембрану, начни пускать глюкозу, я тобой уже пользуюсь, не надо больше ожиревать. Пожалуйста, уходи от инсулино-резистентности. Пусть тот инсулин, который взаимодействует с рецептором, не дает мне пролиферацию вот эти все болезни цивилизации, что я прочитала, а пусть он просто повышает уровень канала, чтобы глюкоза могла зайти. Я честно это слово буду каждый день ходить. Результаты у нас охерительные. Просто даже на нулевой ступени. Самый крутой результат минус 7 килограмм. Я понимаю, что вам не надо 7 килограмм терять, вы загремите костями. Но представьте, если человек, который был на грани с сахарным диабетом, он получил минус 7 килограмм живого веса за счет жировой ткани, сколько он в себе внутри классных вещей сделал. А вам чуть-чуть надо. Вы же не такой, не такой, ну как бы не так много лишнего накопили. Вам только нужно импульс дать. Когда мы нажираем все это дело в одиночестве, сбрасывать нужно в группе все мои самые крутые результаты по жизни. Я получила в группах. Причем я стремлюсь всегда попасть в самую такую серьезную группу, где я лузер вообще, ну невероятный. Где у меня получается хуже, чем у всех остальных. Я прям стремлюсь к лучшим попасть, чтобы мне было, для меня был ориентир. И следующее, что вы должны сделать. Можете это сделать самостоятельно, но лучше это сделать с моей помощью. И мои студенты никогда не задают вопрос. Лена, а мне можно есть суши? Лена, а можно мне есть щи? Лена, а мне можно шашлык есть? Лена, а мне можно хурму есть? Таких вопросов нет. Потому что на первой ступени вы уже прокачаетесь и будете четко знать. Или в книге прочитали расчет рациона, и вы точно знаете. У вас прям система, структура в голове. Вот за что я себя люблю, я могу дать систему, структуру. Вы идете по этой структуре, и у вас все раскладывается по своим местам. Вы никогда не делаете ошибки. А если делаете, пишите мне об этом в чате. Чат есть и у книги. Чат, где мы сидим, мы. Это я, куратор, и отвечаем на ваши вопросы. В системе старости нет, там везде есть чаты. И в этих чатах что мы делаем? Мы сидим и ждем ваш вопрос. Но там таких вопросов нет. Они не глупые вопросы. Просто необходимость задавания таких вопросов по поводу каждого продукта отпадает. Вы быстро, профессионально находите всю информацию по продукту, делаете умозаключение. И если вы вдруг прокосячили, вы пишите, да, я прокосячила вот этим-то продуктом. Все понятно. Вам все, не мне все понятно, а вам все понятно. Друзья, люди, которые прочитали книгу старости нет, закончили систему старости нет, а у них нет гликации в теле избыточной. Они себя не убивают. А люди, которые это не понимают, они убивают себя каждый день, сидя за своей тарелкой. Это ужасно. Почему, друзья, вот сейчас я начну отвечать на ваши вопросы, почему очень важно начать прямо сейчас? Потому что мы прямо сейчас сделали акцент. У нас сейчас большое количество людей покупают книгу, там чат бурлит. Очень большое количество людей покупают систему старости нет. Выбирайте или то, или другое, или и то, и другое. И чаты бурлят. А когда чаты бурлят, это ваше время, потому что больше вопросов. Вот представьте, сегодня куратор ответил на 100 вопросов. Если вы успели это все просмотреть, ага, хорошо. Можете не все просматривать, можете просто свой вопрос написать и получить свой ответ. Это очень важная обратная связь. Мы это понимаем. Поэтому фактически и читатели книги, это персонализированное общение. И слушатели системы старости нет. Это персонализированное общение. Поэтому у нас просто головокружительная динамика. Многие люди говорят, Лен, мне просто нужен психолог. Я все знаю, но жру. Вы серьезно, да? Нет, я за психологов. Я все за психологов. Но может быть, просто нужно как-то отремонтировать ваши надпочечники. А это в том числе и работа с питанием. Вот кто это будет делать? Смотрите, можно много сделать. Вот за счет головы, насилие воли. А может быть, просто начать жить по физиологии. Начните выжить хотя бы раз в жизни. По физиологии выделите себе год в год. Всего лишь этот год. В течение которого вы живете по физиологии. Если вы читатель книги, вам три месяца книги хватит. Вот за три месяца, там три месяца сопровождения. Три месяца вы читаете книгу. Ну, нахождение в чате, там оно безграничное, ладно. Вот. А если вы идете в систему старости нет, то вы заметите, что вы девять месяцев можете быть вместе с нами. Представляете, девять месяцев информации кап вам, кап мозг, кап, кап. Невозможно остаться тем же самым человеком. Один раз попробуйте жить по физиологии, по физиологии, эксплуатации, по инструкции эксплуатации собственного тела. И вы тогда поймете, нужны вам психологи или вы сами отредактировали, отреставрировали работу своих надпочечников, так что вам несложно вовремя ложиться, вовремя вставать. У вас хорошее настроение, у вас есть энергия на сделать это. Просто встать в удобные кроссовки и пойти. Попробуйте с этой стороны, потому что многие, я тоже пользуюсь психологами, все хорошо, но многие пользуются психологами там, где нужно просто себя накормить. удивительно. В общем, друзья, есть такая очень плохая фраза. Собрались умирать? Не отвлекайтесь. Если все, что я вам сегодня сказала, вас вообще никак не сдвинуло с мертвой точки, и вы думаете, ну не так это плохо, эти 5 килограмм лишних, что я наела на Новый год, когда-нибудь сброшу, то что мне еще говорить? Но знайте, вы сейчас создаете у своих внуков и детей ощущение о вашем, о ваших генах. они сейчас смотрят на вас и думают, как вот одна моя знакомая женщина, какая у меня крутая мама, ей 60 лет, глаз от нее не оторвать, красивая, стройная, водит машину, ведет какой-то бизнес, в общем, самостоятельно, и еще и там, ну в общем, все у нее хорошо, а могут на вас смотреть и думать, ну да, это так я буду выглядеть в 60, ага, она уже ходит с тонометром, это давление, понятно, угу, и с какой она размера одежды? мам, ты какой размер одежды? но 54, ага, ну понятно, я еще 46, но 54, вы понимаете, вот так, если хотите так, то знайте, так и скажите своим детям, смотри, у тебя классные гены, мы с отцом прям подобрали тебе классные гены, у тебя просто запущенная мать, ты на меня не смотри, у меня нет ни силы, ни воли, я запущенная мать, я просто это объясняю гипотиреозом, который является следствием метаболического синдрома, виталия у меня больше 80, мне так, мне Бахтина сказала, дело не в генах, все можно исправить, но просто, не это главное, зато я ведь человек хороший, вот скажи дочь, я хороший человек, вот так поговорите со своей семьей, а так как я сегодня злая, накричала на вас, то скажите мне в ютубе, если меня слышно, я начну отвечать на вопросы, вопросов много, поэтому буду в телеграссном стиле, фух, ну хорошо, а я отвечаю на вопросы, кальцинос сосудов, в чем причина, поможет ли витамин К, значит, ищите на этом канале, видео, которое называется, кто съел мои кости, вот это кальцинос сосудов, и вы поймете, что вы всю жизнь не соблюдали суточную норму по кальцию, соответственно, всю жизнь, клеточки, которые разрушают костную ткань, грызли костную ткань, высвобождали кальций из костей, и давали этот кальций на внутренние нужды, вы скорее всего, всю жизнь, может быть, и может быть, год назад всего лишь, узнали, какой у вас уровень витамина D, потому что, если он низкий, кальций из пищи не всосется, просто не всосется, даже если вы использовали суточную норму кальция, вот, и люди, которые всю жизнь не следят за уровнем кальция в еде, и не знают, какой у них уровень витамина D, они просто обречены на две основные, на два основных момента, первый момент, это системный остеопороз, это и оголение шеек, зубов, и кости трухлявые, и так далее, и осанка плохая, походка плохая, и так далее, а второе, на что они обречены, это кальцинос, сосудов, суставов, просто внутренних тканей, органов, и так далее, потому что кальций высвобождается в ионной форме, заходит, при отсутствии, ну, правильных процессов в организме, в кислые и очень прикислые среды, внутренние, вот, значит, еще нужно с закислением работать, да, и там становятся солями, нерастворимыми солями кальция, и отсюда кальцинос, отсюда кальцинос, вот, поэтому, пожалуйста, найдите соответствующее видео, и я там очень-очень подробно об этом говорю, здравствуй, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к корице в кофе, это ведь приправа, это будет вода, или уже поднимается инсулин, нет, это будет вода, но это не будет вода, потому что кофе, кофе, это кофеин, содержащий напиток, кофе, это кофеин, содержащий напиток, соответственно, вы выпили, ну, не знаю, там, 100 мл, 150 мл кофе, а вы выделите на 30 мл больше мочи, это где-то 180 мл мочи, то есть, сам по себе кофе, это обезвоживающий напиток, соответственно, с корицей он, или без корицы, вообще, честно говоря, все равно, тем более, знаете, что, ну, кофе, это метилксантон, короче говоря, это предшественник, вот еще немножечко, и это будет мочевая кислота, то есть, кофе, кофеин, повышает уровень мочевой кислоты, а значит, закисляет внутренние среды организма. Добрый вечер, я в старости нет, я несказанно рада, что вступила в эту систему, каждое ваше слово, аксиома, а книга для меня настольная, спасибо вам большое, Анечка, хороших вам результатов, я так хочу, друзья, чтобы всего лишь 100 тысяч семей, получили эту информацию, открыть свое питание, и у них в семье, очень хорошие результаты, причем, мужские результаты, как правило, обгоняют женские результаты, и, когда мужчина понимает, что женщина его кормит так, что он из мужика, превращается в парня, он ее любит, вот поверьте, еще больше, доверяет ей еще больше, потому что у мужчины есть понимание, что вы его кормите, как-то не так, если у него брюхо выпадает, но как именно, и оформить это в слова, он не может. Живу здравословно, 60 лет, 60 килограмм, но здесь надо еще ваш рост понимать, но холестерин 8,7, у каждого свое немножечко представление, о правильном питании, здравословно, мне может быть нужно объяснить, что вы имеете ввиду, под здравословно, вот, однако, давайте так, топ-3 причины, почему у человека высокий холестерин, первое, у него застой желчи, и с этим нужно работать, то есть, его холестерин не теряется, второе, у него гипотиреоз, и с этим нужно работать, его холестерин такой высокий, потому что клетка получает питание, но не сжигает питательные вещества, с образованием энергии, поэтому все клетки, батарейки севшие, но куда-то это девать надо, и из этого не до сгоревшего питания, не сгоревшего образуется холестерин, вот, и есть третья причина, это метаболический синдром, очень часто у людей в метаболическом синдроме, зашкаливающий уровень холестерина, вот, это если ваша талия больше 80, если, ну, как бы, что с этим делать, под этим видео, есть конспект здоровья, он называется, смотрите, под этим видео, есть конспекты здоровья, здесь, в инстаграме, просто надо заказать в директ, так и написать, дайте мне конспект здоровья номер 1, он называется, что делать, если у меня плохая липидограмма, например, высокий холестерин, и двигайтесь по этому конспекту, в этот конспект я логику заложила, что делать с желчеотоком, что сделать для того, чтобы холестерин терялся, как холестерин ловить в кишечнике, Как сделать так, чтобы тот холестерин, который сел на стенку кровеносных сосудов, не окислился? Как проверить щитовидную железу? Все, в том числе биологически активные комплексы, которые не снижают уровень холестерина, а улучшают поломатую часть матрицы, для того, чтобы организм сам разобрался с холестерином. Надежда из Казахстана, ступень 7, умничка, день 14, но с большими отскоками назад лечил термический ожог ступни. Скорейшего вам выздоровления. Помните, что при мочке с хлорофилом делают чудеса. Один раз мне звонит девочка, она сосудистый хирург. Знаете, у сосудистых хирургов очень много людей, у которых варикозное расширение вен, соответственно, гипоксия ткани и трофические язвы, которые вообще никак не заживают. Она говорит, у тебя есть хлорофил? Ну, говорю, у меня в ассортименте есть хлорофил, я им пользуюсь, что ты хочешь? Она говорит, ну, скажи мне, как заказать, потому что я уже не знаю, что делать. У женщины не заживает трофическая язва и не заживает. Но когда у меня был хлорофил, я им пользовалась просто примочками. Все быстро заживало. У вас не трофическая язва, но это ожог ступни. Поэтому лечите хлорофилом. Вот. И внутрь МСМ, метилсульфанилметан, для того, чтобы все быстро заживало. Можете прям конспект здоровья номер 7 взять, как построить коллаген и вперед. Если нервы, инсулин растет, ну, там тоже есть свой механизм. Когда кортизола бешеное количество, то инсулинорезистентность нарастает. Все правильно. Я на работе по 20 километров бегу, и вес только растет. Мне 50. Вы молодец. Вы бегаете по 20 километров. В этой зоне вы молодец. Но есть вторая зона. Что вы даете себе внутрь? Нина, а внутрь вы себе даете столько энергии в виде углеводов, что, чтобы это сжечь, вам нужно не 20 километров пробежать, а 40 тогда километров. Вам вообще дистанцию, как это называется, марафонскую дистанцию нужно пробежать. Столько вы даете себе углеводов. Поэтому, если вы подумаете хорошенечко над составом своей тарелки, прочитайте в книге «Старости нет» главу расчета рациона, или дойдете до первой ступени «Старости нет». Это все выдам в шутках, прибаутках и в просмотре таблиц. Вы начнете немножко по-другому питаться, измените. Всего лишь три волшебных вычеркивания сделаете. И вы достигнете результата. Очень хорошего. Потому что физическая нагрузка. У вас порядок. И вы не злая, Лена. Вы просто молодец. Кто еще донесет нам такую информацию, как не вы? Спасибо, что я не злая. Ну, я иногда злая на самом деле. Вот. Ну, да. Так, я иду и там, и там. Добрый вечер. Запор. Из-за чего это? И что можно сделать? Причин в запорах много. Первый. Возможно, вы не допиваете воду. Поэтому какашки, как у козочки. Вот такими вот камушками, да. Второе. Возможно, подстрадала нормальная микрофлора в кишечнике. Соответственно, нужно использовать брея и пробиотик. Третье. Очень часто это желчезастой. Или там просто застой желчи, или там уже желчекаменная болезнь. Если бы был достаток желчи, была бы перистальтика. А так нет. Очень частая причина тоней кишечника. Вы даете без себе столько белка, что его хватает только на построение жизненно важных органов. А толстый кишечник не жизненно важный орган. Значит, это надо дело пересмотреть. Что еще? Что еще? Ну, дефицит группы пищевого волокна. Или, может быть, замечали. Даете больше овощей, никаких запоров нет. Даете меньше овощей и все запоры с вами. Это конспект здоровья номер 16. Запросите в директ. Так, еще. Это я иду по вопросикам. Саркопения. Что это такое? Это потеря мышечной массы. Саркопения это когда с каждым годом у вас там, ну не знаю, на 200, на 400 грамм меньше мышечная масса. Откуда я все это дело беру? Друзья, я прежде чем выйти в интернет, собаку съела на личных консультациях. Причем личные, групповые консультации. Собирается 30 человек. Я всех через анализатор структуры тела проверила. Всем задокументировала их результаты. Сколько в них жира, сколько в них мышц, сколько в них висцерального жира. А потом я этих людей 3 месяца наблюдала. И я так провела много лет своей жизни. 3 месяца наблюдаю. Приходит повторно ко мне человек, а у него чуть-чуть меньше мышечной массы. Приходит повторно, а у него еще чуть-чуть меньше мышечной массы. Я говорю, смотри, ты стареешь. Вот это вот истинный процесс старения. Каждый год чуть-чуть меньше мышечной массы. Но я смотрела каждый месяц. Он говорит, ааа, боже, что же мне делать, Лена, что же мне делать, я не хочу стареть. Слушается меня, он сказал. Слушается меня. Какая у тебя суточная норма по белку? Вот где я злая. Он говорит суточную норму. Что у тебя с перевариванием пищи? На твердую четверку. Это все знают мои читатели, студенты. Все это знают, да. Вот. И мы потихонечку находим, где собака порылась. И исправляем ситуацию. Если вам 95 лет, но с каждой недели у вас хоть чуть-чуть, хоть на 10-20 грамм выше показатель по мышечной массы, значит вы в этот момент молодеете. А если вам 23 года, а ваша мышечная масса уменьшается, то вы уже что, ну не 23, давайте так, после 25 стареете. Потому что в 23 можно вообще нифига не делать. Но быть красавицей невероятный. Пик развития и анаболического действия половых стероидов в 25 лет. Такими крутыми и красивыми, как в 25, вы скорее всего не будете никогда. А если начнете читать книгу старости, нет, или участвовать в системе вместе с нами, то вы начнете молодеть в любом возрасте. И вот это называется борьба с саркопенией. Так, хорошо. Иду дальше, друзья. Это я иду на вопрос. Очень сильно грубеет кожа на ногах. Это скорее, вот смотрите, Зинаида, если у вас сильно грубеет кожа на ногах, да еще и талия больше 80, к доктору ходить не надо. Это проявление инсулино-резистентности. Вам не обязательно смотреть глюкозу, инсулин, гликированный гемоглобин. Хотя я попрошу всех студентов, всех читателей, я прошу сдать анализы. Это не значит, что их буду читать, друзья. Я не буду их читать. Но я вас научу их видеть и их читать. Это то, что вы должны сделать для себя. Сами. Если грубеет кожа на ногах, на пятках, да, и талия больше 80, это проявление инсулино-резистентности. Инсулин садится, садится на рецептор, но канал к глюкозе не подымается, глюкоза не идет внутрь клетки. И, соответственно, инсулин работает как пролифератор. То есть он заставляет ткани и органы пролиферировать и расти. Это вот может проявляться в виде гиперкератоза пяточного. Да, друзья, я сегодня в большей степени мотивирую. Злобно получилось, но ничего. Так, так, сейчас, 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 тут было, тут висело. Так что родители терпите, лучше с маленького возраста все поправить, научить ребенка правильно питаться. Согласна. Можно ли такое состояние унять у взрослого? У меня в свое время не хватало выдержки остановить, оставить ребенка голодным. Сейчас возраст 20, еда в основном картошка фри и шницели. Раньше и шницели не ели. Но шницели это мясо, да, это, ну, какая там отбивная, там тоже очень много панировки и так далее. Но это все-таки то, что дает определенное количество строительного материала. Это белок и, ну, надеюсь, вы на правильном жире это все приготавливаете, да. Смотрите, в 20 лет, с 20 до 25, у него еще 5 лет, у нее еще 5 лет активного роста. И здесь передозировать углеводы можно, но это видно по телу. Если у человека есть лишний вес за счет жировой ткани, надо начинать проводить вот эти вот беседы о том, что смотри, у тебя пошел вот этот процесс, ты кушаешь энергии больше в углеводах, чем сегодня можешь сжечь. Посмотри на людей, которые на 10 лет старше, как они выглядят. Хочешь выглядеть так, как они? Продолжай. Не хочешь? Картошку фри, мы тогда заменяем. Давай подумаем на что? И подумайте вместе с ребенком на что. Это и есть волшебное вычеркивание. Я учу вас трем волшебным вычеркиваниям. Я уверена, что не надо перепахивать рацион. Просто нужно сделать три волшебных вычеркивания. И в книге это есть, и в системе старости нет. Это есть, безусловно. Так. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на какой ступени будет прогомоцистеин? В списке анализов он есть. У меня больше 12, я на 4 ступени. Мне подождать или что-то посоветуйте? Задайте этот вопрос в чат, и я на него отвечу. Потому что гомоцистеин повышен не у всех. Но вам нужно будет посмотреть и B12, и B2, и B9. Это такой момент, когда нужно проговорить, зачем чат нужен. Для того, чтобы решать не такие, не самые распространенные вопросы нужно решать. Хорошо, Татьяна? Прям сбросьте. Либо куратору своему сбросьте, он мне передаст. Я вам дам ответ. Хорошо, посмотрю, что у вас происходит. Так, скажите, пожалуйста, сои 2. Это пониженность? Что это значит? Ну, смотрите, соя нас беспокоит, когда скорость оседания эритроцитов выше нормы. Это значит, какой-то воспалительный процесс идет. А так, у вас кровь спокойная, без воспалительного процесса. Сколько ходить и какое время совмещать с питанием? Ну, лучше ходить утром, да? Почему я люблю утром ходить? Утром любая физическая нагрузка. Потому что я на тех самых весах, о которых я вам говорила, я проверила. Встала на весы. Боже, 36 лет биологического возраста. Это значит, маленькая мышечная масса, большое количество жира и так далее. Очень сильно испугалась этого расчетного показателя, на самом деле. Быстро в кроссовки и быстро в ближайший парк. Но у меня не проходка. У меня я бегаю, как пенсионер. Очень медленная такая трусцой пробежка. Ну, полчаса. Вернулась, стала на тот же самый анализатор структуры тела. И смотрю, что у меня уже там 32 года биологического возраста. С 36 минус 4 года биологического возраста. Почему? Потому что я кровь запихнула в мышечную ткань. Благодаря своей пробежке. Соответственно, структура моего тела поменялась в сторону молодого. Вот как у молодых, понимаете? Вот. Поэтому с тех пор я хожу на спорт и стараюсь именно с утра. Но если я с утра пропустила, мне нужно просто сегодняшний день не пропустить. Потому что старость, знаете, чем она сильна? Она сильна тем, что она не пропускает дни. У нее всегда есть мотивация. Она работает каждый день. А мы, видите ли, можем пропустить. Сегодня дождь. Сегодня жарко. А сегодня, наоборот, холодно. А сегодня у меня гости. У меня сегодня много работы. И я пропускаю тренировку. Я пропускаю проходку, пробежку. А она не пропускает. Вот. С питанием, как хотите. Я это делаю натощак. Потому что, когда у меня что-то там в желудке трясется, мне некомфортно. Зато сразу после тренировки я занимаюсь своим питанием. Сколько ходить, узнаете на любой ступени. Но если кратко, мы меряем пульс покоя. И запускаем себя в тренировку 30-минутную. Но не сразу 30-минутную. Ну, вы примерно так. Сначала 10 минут, потом 15, потом 20, потом 30. С приростом частоты сердечных сокращений. Плюс 50% к пульсу покоя. Здравствуйте. Если можно о вакцине. Что-то скажите. Очень интересно ваше мнение. В Италии пока не вакцинировалось. Ну, прям вопрос ниже пояса. Я думаю, что здравомыслящий человек должен избегать такого странного вакцинирования. Которое таким странным образом навязывается такому странному большому количеству людей. И так странно приобретается групповой иммунитет. Той вакцины, которая скорее всего уже вообще никак не работает. Потому что ее сделали в 2019 году. А штамп уже совершенно другой. Ну, то есть все нормальные доктора очень странно на это смотрят. Но сейчас вообще очень странное время. И я надеюсь, что вы понимаете, что вот эта вся фигня с короной, это в большей степени все-таки политика, нежели чем медицина. Потому что я, поэтому я просто ничего не понимаю в этом. Если я ничего в этом не понимаю, значит это точно не медицина. Это что-то другое. Так, так. Вместо того, чтобы возмущаться, это не ко мне. Это я вопросики ищу, друзья. Я видела. Так, как я отношусь к интервальному голоданию? Смотрите. У меня много к вам вопросов, если решили вы интервально голодать. Вот, например, какой у вас вес тела? Если бы вы прочитали книгу «Старости нет» или прошли бы первую ступень «Старости нет», у вас не возникло бы такого желания перейти на интервальное голодание. Потому что вы бы поняли, ага, мне нужно дать суточную норму белка. Ну, к примеру, 80 килограмм я вешу. Это значит 80 грамм в сутки мне нужно дать эту суточную норму белка. 80 грамм. Если я буду есть 2 раза в день, это 40 на 1 прием пищи и 40 на другой прием пищи. Нет, это нереально, это невозможно. Я столько не переварю. Именно поэтому наши студенты интервально не голодают, точнее не питаются интервально. Наши студенты дробят суточную норму белка на 3 приема пищи. На 3 приема пищи. Это если они могут обходиться без перекусов. Потому что есть люди, которые не могут находиться без перекусов. Потому что они либо в сахарном диабете, либо в инсулино-резистентности. Им просто сложно. У них такое количество инсулина, что они буквально, у них рот не закрывается. И мы это как-то терпим. Мы их уговариваем. Мы говорим, что так будет недолго. И действительно, где-то к четвертой ступени у всех в основном заканчивается этот дурацкий жор. И люди наконец могут нормально относиться к своему питанию. Это первое и главное, почему я против интервального голодания. Второе, мне не нравится слово голодание. Ну вот, допустим, у вас двое детей, Татьяна. Вы же не хотите, чтобы они голодали. А теперь, допустим, у вас много миллионов детей. Это ваши клетки. Это ваши клетки. Вы допустите, чтобы они голодали? Наверное, нет все-таки, да? То есть, и тем не менее, я интервально питаюсь. Лично я интервально питаюсь. Действительно. У меня первый прием пищи в 12, второй прием пищи у меня примерно в 6, в 7. Вот. Но почему я туда дошла? Потому что я в оптимальном весо-растовом соотношении. Если вы не в оптимальном весо-растовом соотношении, вам нельзя голодать. Если вы в инсулино-резистентности, интервальный голод или вообще любые другие виды голодовок еще усугубляет инсулино-резистентность. То есть, инсулин будет раздражать рецепторы, а канал к глюкозе будет все глубже и глубже прятаться в клетку. И говорить, нифига, я тебе ничего не дам. Понимаете? Вот. А если у вас сахарный диабет, вам тем более нельзя. То есть, если вы просто, даже допустим, просто, вы не в инсулино-резистентности, но просто у вас стали больше 80, то есть это метаболический синдром, вы не имеете права интервально голодать. Но, девочки, которые, ну вот в книге не так много таких результатов, а вот в системе старости нет, так как она 9-месячная, много таких результатов. Когда человек забывает пообедать, когда человек говорит, я, Лена, не могу, я что-то вообще не могу, вот я не могу обедать, мне просто... У меня еще нет ферментов на обед, у меня нет желания. И вот тогда мы сначала заменяем маленьким перекусиком обед, вот, а потом он просто выпадает. Но это люди в оптимальном вес-растовом соотношении с идеальным углеводным обменом. И тело сказала, можно мне два раза в день кушать, оно попросило само, и никакого насилия, никакого чувства долга, и никакой воли. То есть здесь воля была тела, а вы просто подчинились. А не вами навязанная воля, теперь я первый раз ем в 12, а второй раз в 6. Нет, это, ну, как бы, вот это вот от лукавого. Так, хорошо, я читаю книги и в системе, умничка, умничка. Так, 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 это я ищу вопросики, друзья. Вижу, что тут была проблема с трансляцией. У меня нет бота, я созвонилась с Оксаной. Ну, в смысле, еще раз позвоните Оксану, еще раз позвоните Оксане. Так, скажите, про похудение много пишет, как поправиться. Как ни странно, Наташа, но у нас технология примерно одинаковая. Вот для тех людей, которые хотят поправиться, а для тех людей, которые хотят похудеть. Просто тех, которые хотят поправиться, 25%, а тех, которые хотят похудеть или удержать, или улучшить свое тело, ну, есть какая-то тенденция к лишнему весу, тех 75%, поэтому действительно, в основном, говорю о похудении. Вот, в чем разница? Разница в подходе, опять-таки, к углеводам. Поэтому, поэтому мы и говорим, сейчас, понимаете, сейчас какие модные тенденции. А давайте мы все углеводы уберем из пищи, раз они такие плохие, эдакие. Вот вообще, подчистим и полностью уберем. И хвастаются же люди, а у меня 20 грамм углеводов в течение дня. Чем хвастаться? Чем хвастаться? 20 грамм углеводов в течение дня. Вот скажите мне, пожалуйста, а вообще есть клетчатка в том кишечнике, чтобы вы завтра покакали? Ну, ладно, я не буду об этом. То есть, у нас разница подходит только к углеводам. Если человек худеет, у него определенное количество и качество углеводов, вы сами отредактируете, я вам подскажу, как это сделать. А если вы поправляете, у вас другое количество. Но суточные нормы белка мы сохраняем. Переваривание. Вот если не можете никак поправиться, значит у вас сбой в переваривании пищи. И это ваш основной механизм. Только наладите переваривание, сразу пойдет все лучше. В системе заплатила за вторую ступень уже несколько дней назад. Но почему-то еще ничего не получила. Значит, друзья, вы прям в бот пишете и прям в чат пишете. У нас двойная порука, даже тройная. Когда вы покупаете ступень, вы можете написать там в личном кабинете. Можно написать. Когда вы покупаете ступень, вы должны нажать на все ссылки, которые предлагаются. И вы можете написать в чат, и вам помогут. Вы можете написать в бот, и вам помогут. То есть, у нас люди не теряются, вообще не теряются. Написать можно куда угодно. И мы обязательно отреагируем. Как быть, если куриная грудка и мясо содержат антибиотики, гормоны? Как можно кушать каждый день такие овощи с нитратами? Вообще, жизнь это болезнь, передающаяся половым потем со стопроцентной летальностью. Но, так уж случилось, что ее надо жить. А если вы не будете кушать, то вы и жить не будете. Соответственно, что делать с куриной грудкой, которая содержит антибиотики? В вашем регионе есть бабушка, которая растит уточку для себя. И эта бабушка, она прям копеечки считает. Потому что ей эту уточку тяжело прям ей кормить. Она копеечки читает, а мы берем и свои деньги, несем в наши человеческие кормушки. Вот где этих денег просто вал. Когда один большой гипермаркет имеет там, не знаю, 50 тысяч долларов оборота за сутки. А вы возьмите свою денежку и придите к этой бабушке. Скажите, вот вам денежка бабушка, можете мне еще и общипать? И она скажет, спасибо дочечка, теперь я доживу до следующей пенсии. А вы ей скажете, бабушка, а можно я к вам буду раз в неделю за этой уточкой приходить? И вы поможете этому человеку. Вот о чем нужно думать. И даже не думайте, даже если вы в Москве, и вы скажете, я живу в Москве, и у меня нет такой бабушки, я не могу найти такую бабушку. Я вам приведу тысячу примеров, ну не тысячу, я не тысячу не знаю, но моя подруга, Лерочка Мелконова, которая помогает мне отвечать в чате НСП вопросы и ответы, она, вот как я у нее гостила, она говорит, посмотри, какие ребята отличные. Семейная пара козочек держат, из этих козочек, из молока делают козий сыр, творог делают, вообще за уши не оттащишь. И они прям показывают, это не производство, прям это лужайка, где эти козочки, этих козочек гладят, их любят и так далее, их моют, что они там с ними делают. Ну в общем, везде можно найти, везде можно найти. Я прохожу с пробежки, мимо бабушек, которые продают десяточек яичек, и я знаю, что это яйца от той курицы, которая ходила по двору. Нет, я могу пойти в гипермаркет и отдать такое же количество денег, даже больше, за яйца от той курицы, которая сидит в клетке. Просто немножко собой позаниматься, в том числе в плане поиска источников питания. Друзья, оно очень неудобно в инстаграме, это я ищу вопросы, я буду вот здесь вот еще отвечать. И буду заканчивать, буквально последние 10 минуток. Присоединяюсь к вопросу о коже. Так, там был вопрос про кожу, очень сильно пересыхает. Присоединяюсь еще, добавлю вопрос, очень резко пошли морщины на лице, хотя очень долго пью добавки НСП. А при чем добавки НСП? Друзья, смотрите, давайте думать, кожа, остальной компонент кожи это что? Это белки кожи, коллаген и эластин. Если вы питаетесь таким образом, что жизненно неважный орган под названием кожа недополучает аминокислот, чтобы построить себе свой коллаген, то, соответственно, нового коллагена не будет, а старый будет выглядеть неактивно. Но это не все. Белки обладают способностью насасывать на себя воду. То есть, если вы сделали коллаген, соответственно, он пригласит на себя воду. Это будет насыщенный, такой вот эластичный белок, коллаген, эластин, потому что притянул на себя водичку. Поэтому технология, как построена книга и как построена система старости нет. Мы сначала разбираемся с белком, а потом разбираемся с распаиванием. Давайте выпьем несколько глотков. Потому что если просто пить, значит просто писать. Пить воду, выносить в унитаз электролиты. Понятно? А мы будем хитро с вами пить. Это раз. Второй момент. Самые влагонасыщенные компоненты человеческой кожи – это глюкоза, аминогликаны. Это белки, которые гликозилированы. Но есть плохая гликация, а есть хорошая гликация. Это хорошая гликация. Это все неоднозначно в организме. Так вот, одна молекула гиалуроновой кислоты. Сейчас все, все побежали покупать гиалуроновую кислоту. Друзья, друзья. Одна молекула гиалуроновой кислоты, которую вы сами сделали в своей клетке под названием фибробласт, может на себя удерживать 500 молекул воды. Просто ей нужно дать, из чего себя сделать, понимаете? То есть вы должны стать человеком, который спросит. Миленький фибробласт. Сегодня Бахтина тебе рассказала, что тебе нужно для жизни и для работы. А фибробласт. А фибробласт вам говорит, возьмите конспект здоровья номер 7. Он находится в системе старости нет. Но огромное количество, как тот кот Васька, слушает, а в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вот. Не пойдет в систему старости нет, потому что что-то недопонял, где-то мотивация не ходила, и тогда не пойдет. Тогда возьмите конспект здоровья под этим видео. Номер 7. Называется «Как построить коллаген». Или закажите в Директ, друзья. И там все по пунктикам. Делай раз, суточная норма по белку. Делай два, суточная норма по воде. Делай три. Ага, метилсульфанилметан для того, чтобы ну хоть как-то построить коллаген, потому что каждая шестая именно кислота серосодержащая, источник серы. А зачем там нужны витамины? А какие там витамины нужны? Понимаете? Вот это вот все в комплексе собрать, и у вас будет коллаген, и не будет сухости кожи. Но сейчас еще такое время. Сейчас очень сухой воздух. Вы больше час времени проводите в отапливых помещениях. Это действительно большая проблема. Поэтому в этом году, знаете, что мне подарили? Увлажнитель воздуха, который одновременно и туда эфирное масло заправляешь. И увлажнитель воздуха, он как бы такой порог выдает. И распыление эфирного масла. Я сейчас дышу различными эфирными маслами. Вчера у меня масло чайного дерева было. Позавчера у меня какая-то смесь крутая была. Когда я плохо засыпаю, у меня лавандовое масло. Заодно много таких вот вещей делаю. Как вы относитесь к препарату Турбоселим день-ночь с чисткой кишечника? Я никогда не ела, но мне хотя бы состав нужен. Что ж, вы думаете, я знаю все препараты. Елена, учусь у вас многому. Большое спасибо. От вас идет море позитива. Доктор Вениамин. Боже, спасибо большое, Вениамин. Мне так важно. Смотрите, я никогда свои обращения не обращаю к докторам. Потому что мы и так все знаем на самом деле. Мы все знаем, может быть подзабыли, используем, не используем. Но в целом мы все знаем. Моя задача переложить на простой язык, дать много мотивации, еще раз упростить. И выдать это все назад людям. Потому что люди, они чем занимались? Кто-то бухгалтерами становился много лет. Кто-то экономистами становился много лет. Кто-то спортсменами становился много лет. Они занимались чем угодно, но только нездоровьем. Поэтому все мы имеем право получать простым языком простые какие-то прописные истины и улучшать свое здоровье. Для этого не надо учиться 6 лет в медицинском университете. Или на перекусы между 12 и 19. У меня нет перекусов между 12 и 19. У меня уже их нет. Поначалу они были, а потом отвалились. Вот, кстати говоря, это очень удобный стиль питания, когда дважды уделил внимание питанию, а потом все. А потом не уделяешь, да? Больше успеваешь за жизнь. И если вы заметили биографии людей, которые длительное время, вот много, длительной жизни большая, много успевали за свою жизнь. Они в целом тоже минимум времени уделяли на питание. Но еще раз вам говорю, друзья, вы не можете сделать это силой воли. Человек с больной физиологией, который находится в патофизиологическом состоянии, он должен к себе относиться как к больному человеку. А больного человека кормят, его гладят, за ним ухаживают. Но у нас ситуация такая. Человек стал толстым, значит он больной человек. И что он начинает делать? Он садится на измождающую диету и идет измождать себя в спортивный зал. Капец, капец. А мы что делаем? Мы начинаем менять питание в сторону более физиологического, чтобы человек выздоравливал. И даем себе посильную физическую нагрузку в удовольствие. Это нулевая ступень, нулевая ступень. Посильная физическая нагрузка в удовольствие. У меня жор и тянет на сладкое. Нет чувства насыщения уже 100 килограмм 49 лет. С каждым разом сложнее странить по ходу инсулинорезистентность. Я вам серьезно говорю, Наташа, это не по ходу инсулинорезистентность. Это точно инсулинорезистентность и метаболический синдром. Вы прям вот знаете, ходите по лезвию ножа. Поэтому, поэтому просто начните уже что-нибудь делать. Всего лишь 100 килограмм. Вы уже за первую, за нулевую ступень можете иметь 92-93 килограмма. Представляете? И потом по 2,5-3 килограмма за каждую ступень. Это в среднем так люди делают. Ничего военного, но так информация уложена, так много мотивации. Причем не только моей мотивации в 5-ти минуточках вам приходят. Если вы системы старости нет, выбираете. Но и мотивации из чата. В чатах сидят 500 девчонок, которые так и ждут. Боже, у Наташи Калугиной минус 3 килограмма. Вау! Когда кто-то выходит из метаболического синдрома, талия становится меньше 80. Там град аплодисментов. Представьте, вот вы в таком обществе улучшаете, странеете. А когда вы даете свою фотографию, было столько, стало столько. Минус 25 килограмм. Это просто капец. Как все, все прям гудят. Хотите быстренько покажу? Ну прям быстренько покажу. Я так люблю хвастаться своими студентами. Вот у меня, смотрите, есть результаты. У меня есть такая прям графа. Результаты. Здесь очень много текстовых результатов. Очень много текстовых. Это буквально каждый день. Есть видеорезультаты. Есть видеорезультаты. Вот. А я вам сейчас хочу показать девочку, которая просто... Видите, сколько результатов? Это буквально за один день. Буквально за один день. Ага, где же вот такой хороший снимок? Ну вот, например. Юнайта Кабанова. Видите, вот такие вот результатики показывают. Сейчас, сейчас, сейчас. Здесь надо еще ее... Вот Юнайта. Здравствуйте. Очень долго сидела в засаде. Сегодня решила похвастаться с вами. Познакомилась случайно в конце 19-го года. В феврале на следующий год купила книги. И все журналы. После продуктов... Пошли после продуктов NSP. Да, я вас научу, если хотите пользоваться всеми травами, которыми умею пользоваться я. Всеми витаминами, которые умею пользоваться я. Всеми ощелачивателями и так далее. Если захотите. Если не захотите, можно без этого. Прошли синяки под глазами. Ушла пигментация. Прошла два раза биологическое очищение. После первой прошел герпес на ноге. Который за зиму был несколько раз. После второго биологического очищения прошел грибок на большом пальце ноги. Которому было больше 20 лет. Похудела. Нормализовалось давление. Сейчас в старости нет. На пятой ступени. Тринадцатый день. Мне 58 лет. Рост 160. Вес 57. Талии 75. Уверена, что старости нет. Люблю вас и всю вашу команду. Спасибо за то, что вы есть. Вот посмотрите, посмотрите. Друзья, есть люди, которые прям вызов, у них вызов старости нет. Они прям не только не хотят эту старость, они еще все делают для того, чтобы этого с ними не случилось. Этого с ними не случилось. Так, иду дальше. Отвечаю на вопросы. Надеюсь, их уже, вот я уже скоро закончу. Давайте, может быть, из инстаграмчика прилетел какой вопрос. В инстаграме очень тяжело искать. Система старости нет, можно применять к детям. Нет. Смотрите, вы идете ради себя в систему старости нет. Вы просто меняете питание в семье. Если ваш ребенок тучный, он паратрофик, то это значит, что вы его неправильно кормите. Это значит, что в его тарелке засилие углеводов. Меньше строительного материала, не с чего себя строить, но много-много энергетического материала. Так, что ребенок это уже в жир переделывает. И кто виноват? Тот, кто его кормит, тот и виноват. Мальчики, есть в чатах. Сидят тихо-тихо, пишут иногда, но не часто. Но мальчики у нас тоже в чатах есть. Ходить до завтрака. Вы можете, смотрите, это у меня получается ходить до завтрака, потому что и то неправая. Смотрите, у меня хитрость на самом деле. Я сначала пью коктейль, потом выхожу, а потом вот у меня два приема пищи. Можно сказать, что все-таки перекусы, два приема пищи. Пока вы в неоптимальном весе, задача позавтракать, потом сделать физическую нагрузку. Чувствуете, что уже пошел результат, вот тогда можно что-то менять. То есть, смотрите, нулевая ступень у нас обязательный завтрак и обязательно физическая нагрузка. На первой ступени мы уже дальше расставляем акцент. Так, если, а если поджелудочный заканчивает работу ближе к 18, то как быть комом до самого утра? Ну, смотрите, в 18.00 это нормально поесть. Кушайте до 18.00, до 19.00. Хватит вам ферментов поджелудочной железы, чтобы переварить. Ну, еще нужно посмотреть, как у вас, лично у вас работают эти ферменты. Потому что мы очень-очень разные. Вот, у некоторых и в 20.00, кто не вынужден в 20.00 кушать, потому что возвращается после работы. Ну, нельзя же сидеть голодом. Вы просто голодные, не заснете. Вот, поэтому смещайте последний прием пищи на 18.00. Но знайте, что тогда лечь вы должны в 22.00 примерно. Потому что это очень большой промежуток времени. С 18.00 до 22.00 опять разыграется аппетит. Начинайте что-нибудь поджевывать. А это, ну, не очень хорошо. Чем отличается книга от системы старости от книга? Это то, что нужно читать. Система старости нет, это пятиминуточки вам в телеграм приходит. Телеграм приходит в пятиминуточки от меня. Каждый день, каждый божий день. Нулевая ступень это 21 день обучения на тему, например, физической активности. Зафиналили. В течение 21 дня три раза мне написали, что у вас по телу. На седьмой, на четырнадцатый, на двадцать первый день. Так как мы отслеживаем результат, мы видим много результатов. Мы не просто так, а ну-ка дай-ка я вам информацию. Нет, я еще каждые семь дней проверяю, как у вас получается фактически, понимаете? Тогда вы стремитесь, у вас есть такой рабочий азарт. Потом начинаем первую ступень. Она тоже 21 день. Но прокачиваемся уже по новому навыку. Все, что касается белка в теле, белка в тарелке, переваривания, расчет рациона. Учим все продукты, как они на вас работают. Вот, потом следующий, например, по воде. Весы, как называется, анализатор структуры тела. Лена, углеводы в вашем питании только из овощей. Крупы нельзя никакие? Можно. Все зависит от состояния вашего тела. Если вы в метаболическом синдроме, тогда мы оставляем крупы с гликемическим индексом до 40. Это перловка, это все виды бобовых, это киноан, там 50, но все равно можно. Потому что сложно доступны углеводы. Вот такие вот вещи. Плюс, конечно, это живые салаты, овощи, без термической обработки. И термически обработанные, кроме корнеплодов. Термически обработанные корнеплоды мы не используем. Помогает ли глютамин для заживления слизистой? Да, помогает. Как использовать? Как написано на этикетке. Глютамин помогает. Трескаются уголки губ, они заживают долго. Берете масло чайного дерева, разводите 1 мл масла чайного дерева на 10 мл любого другого масла. И пусть у вас это будет на всякий случай. Например, кто-то заболел, себе под носом, в носу тоже можно помазать. Уголочки губ, все ссадины, все раны, где-то кожа у вас грубая, вот там можно помазать. То есть, это такая ингаляционная терапия. Но нужно также понимать, почему трескаются уголочки губ. Возможно, у вас анемия. Надо проверить ферритин в первую очередь. Железодефицитная анемия дает такое. Возможно, дефицит по витаминам группы В. Можно проверить, а можно дать себе витамины группы В. Например, поливитаминный продукт. Например, суперкомплекс. Очень его люблю. Суперкомплекс это продукт НСП. То есть, когда я пытаюсь решить какую-то узкую проблему, мне нужны витамины, минералы, пребиотики, пробиотики, какие-то ферменты и так далее. В общем, много чего, чем можно пользоваться. И я выбрала пользоваться одним товаропроизводителем, который дает наиболее высокое качество. Я выучила все эти продукты и понимаю, как они работают. 53 года возраст, вес 60, рост 166. Молодец! Сбросила 30 лишних килограммов набранных. Со временем вступления в менопаузу. Представляете? Это 10 лет набирала. За 10 лет примерно набрала 30 килограмм. И как хорошо сбросила. Молодец! Я на интервальном 16,8 сдала 2 месяца назад все анализы. Все ок, но все болит. В смысле все болит? Похвастались, хвастались, но все болит. Все болит, это надо отдельно понять, что это у вас там все болит. Вы имеете ввиду кости или мягкие ткани. Мне последнее непонятно. Как я отношусь к коктейльным витаминизированным белковым? Я очень хорошо отношусь. Смотрите, у меня, видимо, ну как, у меня тоже есть какие-то свои вопросы, проблемы, да? В общем, у меня проблема. У меня нет утреннего желания что-нибудь поесть. Утром вообще в меня ничего невозможно запихнуть. Скорее всего, это у меня все-таки кортизольные такие вещи. Потому что человек, я достаточно активный и стрессо-неустойчивый. Ну, в общем, утром я есть не могу. Не могу. Поэтому у меня утром идет белковый коктейль. Я его сначала выпиваю, а потом иду на прогулку-пробежку. Ну, у меня пробежка плюс спортивный зал. А потом я уже кушаю. Вот. И у меня в моем коктейле все витамины на сегодня. И 20 грамм белка из различных источников. Вот. И для меня это очень хороший выход. Очень хороший. Но это не значит, что для всех это хороший выход, друзья. Не надо делать, как я. Потому что вот последнее сообщение в чате у одной девочки остановился результат. И мы то крутим, эдак крутим. И никак не понятно. И питание низкоуглеводное, и физическая нагрузка достаточно. Чего не остановился этот результат? А потом она пишет. Хм. Я утром коктейли запустила. Вот. И два приема пищи потом в течение дня. И остановился результат. А сейчас вернула опять нормальный себе завтрак. Вот. И опять пошел результат. Понимаете? То есть... Все зависит от степени поломатости, извините, вашего углеводного обмена. Вот как ни крути. После ковида поставили дисплазию, а, диплопию неясного генеза, МРТ, куча исследований в порядке. 64, 68, 10 лет назад было 59 килограмм. Ну, смотрите. Когда мы имеем какое-то болезненное состояние, то всегда помогает наладить мир во всем мире. То есть достроить то, что нужно достроить. Наводнить водой то, что нужно наводнить водой. Убрать закисление там, где оно присутствует, существует. Убрать все факторы, которые могут провоцировать. Например, гликацию, снизить процент гликации, активность гликации. Снизить активность хронического воспаления. Убрать там висцеральный жир, к примеру. И когда в вашем организме становится чище, свежее, правильнее, то тогда и основное заболевание, оно либо перестает прогрессировать, либо подвергается обратному развитию. Просто прям неясного генеза. Ну и для меня сейчас в чате это неясного генеза. Понимаете? Понятно, что ковид спровоцировал. Я тоже очень злая на себя. Рост 150, вес 61. Но есть лишнее, да? Стараюсь выполнять все. Сладкое не ем. Про хлеб забыло 6 месяцев. Лилия, а вы с нами, вы в системе старости нет? Потому что если вы злая на себя, результата нет, то что мы делаем в системе старости нет? Вы же можете дневничок питания выслать нам, и мы его посмотрим. Мы так и делаем. А как еще разобраться? Как еще разобраться? Если не понимаете, что такой дневничок питания, значит просто мы вас попросим фотографировать завтраки, обеды и ужины. То есть мы и так можем работать. Нас много. И мы можем друг другу помочь. Что такое чаты в системе старости нет? Это чаты взаимной поддержки. Прям взаимной поддержки. А то, что вы злая на себя, это очень круто. Все самые грандиозные вещи, которые произошли в моей жизни, ну в смысле, которые я вот ретроспективно понимаю, что это было круто, что я тогда это сделала, из состояния злобы на себя. Лена, как ты можешь? Как ты можешь себя так запустить? Сказала я себя. Или Лена, сколько можно? Ну в общем, там была другая ситуация. Ну в общем, всегда из состояния, что я с собой недовольна. Вот, поэтому я думаю, что вот у вас, вы просто сделайте это. Давайте будем вместе. В зависимости от слабительного, что делать? Конспект номер 18. У подростка повышенная щелочная фосфатаза, болят коленки, на снимке все нормально. А вы, у подростка очень быстро растут косточки. Очень быстро растут косточки. А вы, как нормальная мама Марина, вы должны четко понимать, у него период вытяжения, я обязана дать ему нормальную минерализацию костей. Чтобы в 50 лет, когда ему будет 50 лет, а вам будет 70, он вас не проклинал. Мама, ты почему мне не давала кальций? Почему ты мне не проверила витамин D? Посмотри, как у меня болят суставы. Чтоб он вам никогда это не сказал. Представляете? Вот, поэтому мальчику даем кальций, магний, хилат по 2-2 раза. МСМ, метилсульфанилметан по 2-2 раза. Проверяем у него уровень витамина D, потому что, возможно, нужно давать много лечебную дозировку, а не профилактическую дозировку. И объясняем, миленький, каждый выпитый тобой стакан Кока-Колы, это тебя продвигает вот к таким хроническим болям в коленях. И я тебе ничем не могу помочь. Либо Кока-Кола, либо нормальные здоровые кости здорового мужика. Хочешь быть здоровым мужиком, значит, ты не будешь пить Кока-Колу. Либо фосфаты приходят в твою кровь, и прям найдите ему в составе Кока-Кола. Кока-Кола есть ортофосфорная кислота. Либо кальций, вот этот, который я тебе даю, самый лучший в мире, придет в твою кровь, и потом встанет в твои кости. Выбирай или Кока-Кола, или кальций, магний, хилан. Вот так с ним и поговорите. Фух, друзья, ну все. Я понимаю, что вопросов много, я этому очень рада, очень-очень рада вашим вопросам. Продолжаем, друзья, общаться в чатах. В чатах. У книги «Старости нет» есть чат, и я вижу, что там прям растет количество вопросов, потому что очень много сейчас людей, которые присоединятся. В системе «Старости нет» есть свои чаты. Там и я отвечаю, и куратор отвечает. Тоже, пожалуйста, задавайте вопросы. И давайте просто отменим эту глупость под названием «Старость». Поставьте плюсики, кого я уболтала, уговорила, что старости нет, что это просто болячка, которую можно предотвратить, или которую можно вылечить. И у нас есть, по крайней мере, 12 опекут уже описанных моментов, компонентов, когда мы можем с ней работать. Через физическую нагрузку, через белок, через борьбу с закислением, через снижение воспалительного ответа, потому что перестали переедать углеводы, через частоту внутренних средств, через биологическую частоту внутренних средств, через то, что мы уберем все дефициты с вами. Вообще ни одного дефицита не останется. Представляете? Через то, что мы будем покупать корректные, качественные продукты, даже если при этом нужно будет с бабушкой с какой-то законнектиться, а не с антибиотиками. Это все я ступени вам перечитываю. И в конечном итоге мы еще осанку отреставрируем. У вас будет молодая походка и молодое красивое движение. Только это много работы. Это много работы. Но слава богу, что это работа. Это работа. А работу можно сделать. А если думать, что старость – это вот то, что с тобой происходит после 40, и никуда от нее не вырваться, то это уже прям как-то, вот знаете, депрессии попахивает. Подпишитесь на каналчик в инстаграме, потому что здесь вы имеете счастье наблюдать различные сторисы. Я живу, вижу что-нибудь новенькое, и я вам прям показываю, что-то анализ какой-то показываю и так далее. В общем, это возможность заглянуть в структуру моего головного мозга, потому что мне очень важны, лично для меня, очень важны те люди, которые как-то думают так, как я так не думаю, а они как-то так думают, что они успешны в своей отрасли. Поэтому я иногда подхожу к такому человеку, например, Олег, у меня есть такой человек, говорит, Олег, я так хочу понять, как ты думаешь. Он говорит, пошли на прогулку, и мы с ним гуляем час-два, мы не замечаем времени. Я что-то спрашиваю, что-то отвечаю, и я начинаю немножко думать, как он. Давайте, ну я хочу поделиться, поймите, как я думаю, и это снизит ваш биологический возраст. На 10-15 лет это точно гарантия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok